Добрый день, подписчики моего канала, добрый день, гости моего канала. Сегодня я хотела бы проинформировать вас о результатах собственных исследований, посвященных теме «Возможные механизмы хронизации процесса у больных с лонковидом по данным медикаментозного тестирования». Эти результаты были представлены на Национальном конгрессе по инфекционной патологии в городе Ташкенте, который имел место с 24-25 марта этого года. Лонковид-синдром относится к последствиям перенесенной коронавирусной инфекции, при котором люди, перенесшие инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся от 12 недель после перенесенного острого процесса и дольше. Он внесен в международный классификатор болезни МКБ-10, состояние после COVID-19 неуточненное. Первые данные о новом состоянии стали возникать с весной 2020 года. Тогда же стали создаваться группы поддержки людей, которые столкнулись с данным феноменом. Число таких больных, по некоторым данным, составляет более 400 миллионов человек, и оно постоянно растет. К долгосрочным симптомам лонковида относятся следующие проблемы, возникающие волнообразно или на постоянной основе. Это нарушения со стороны дыхательной системы. Слабость, одышка, нехватка воздуха, тяжа за грудиной. Боли различного происхождения, головные боли, боли в мышцах, неврологические боли, суставные боли. Потеря обоняния, аносмия, искажение запаха вкуса. Различные сосудистые, воскулитные проявления на коже, различные кожные заболевания. Колебания, давление, пульс, аритмия, тахикардия, головокружение. Нарушения со стороны центральной нервной системы, включающие в себя когнитивные нарушения. Потеря памяти, туман в голове, тревога, панические атаки. Нарушение температурного фона, когда у пациента может наблюдаться либо гипотермия. Температура держится на уровне 35-6, или наоборот, гипотермия. Когда колебания температуры могут быть от 37,3-4 до 41,9 градусов Цельсия. Мы уже наблюдали таких больных. Вообще, если говорить о гипотезах о формировании лон-ковида, то их несколько. Первое. Это прямое повреждение органов вследствие перенесенного процесса. У больных с лон-ковида длительно после инфекции в крови сохраняются повышенные уровни интерферона, интерлекина-6 и белка острой фазы воспаления. Персистенция вируса в организм больного. Или иначе, его присутствие в организме, когда уже давно закончился острый процесс, а вирус остается и не уходит из организма. В связи с тем, что экспрессия ангиотензин-превращающего фермента 2, являющаяся точкой входа для COVID-19 в организме человека, представлена в очень большое количество тканей, то эта версия получила на сегодняшний день наибольшее распространение. Есть версия, что тромбы и продукты их лизиса остаются в организме и провоцируют воспаление. Гиперкоагуляционный синдрон наблюдался практически в 100% случаев у больных с острым COVID-19, особенно у больных, перенесших тяжелые стечения COVID-инфекции. Четвертое. Известно, что COVID-19 вирус провоцирует аутоиммунные реакции в организме таким образом, также способствует хронизация процесса. Целью нашего исследования было показать возможности медикаментозного тестирования в диагностике состояния, вызванных лон-ковидом. Всего мы обследовали 105 больных, из них 88,5% больных составляли группу больных с лон-ковидом. И от боль больных проводился методом случайной выборки. Что это значит? Не составлялись никаких специальных групп, то есть больные буквально выдергались со столпы и проверялись на наличие у них возможной COVID-инфекции. Изучение анамнеза истории заболевания показало, что до 30% больных взрослых исключали наличие у них прошлого перенесенного острова COVID-19. И только 10% больных детской группы отметили перенесенный COVID-19 с начала пандемии. Необходимо отметить, что учитывая характер выборки, из всей группы больных, как взрослых, так и детской группы, только 20% больных предъявляли те или иные жалобы. Колебание температуры тела, туман в голове, снижение памяти, рассеянное снимание, тахикардии, скачки давления, депрессии и другие. Для выявления вируса COVID-19 нами был использован метод медикаментозного тестирования. Исследования проводились на оборудовании фирмы Kindling. Германия, я покажу вам этот аппарат, и включает в себя аппарат для проведения медикаментозного тестирования с программным обеспечением, который содержит информацию о вирусах, их составляющие и другие данные. Исследования проводились с участием эксперта по медикаментозному тестированию со стажем работы 30 лет. Тут я бы хотела уточнить одну вещь. Дело в том, что вообще, когда мы говорим о методе медикаментозного тестирования, то крайне важно, кто проводит данные исследования. И стаж работы при этом специалиста по медикаментозному тестированию дает громадную роль. По сути, в принципе, эксперт, который проводил исследование в нашем случае, те данные, которые были получены им, это было показано вообще в предыдущих статьях и диссертационной работе, сопоставимый результат этих исследований, сопоставимый с данными, которые существуют в традиционной медицине. Это премиразная цепная реакция, это монофометная диагностика, речь идет о вирусных заболеваниях. То есть в данном случае стаж специалиста является очень надежным критерием полученных нами данных. Ну и вот, собственно говоря, оборудование, которое было использовано в процессе медикаментозного тестирования. Это аппарат электропунктурной диагностики фирмы Kindling в Германии, который на настоящий момент является правоприемником метода Фоли. Доктор Фоли оставил свои права вообще сначала фирме Kindling, но в дальнейшем, в настоящий момент, она уже не существует, эта фирма. Значит, права по этому методу взяла на себя компания Kindling. Значит, медикаментозное тестирование, что оно, собственно говоря, позволяет делать, когда его используют в процессе диагностики? Оно позволяет проводить этиологическую диагностику заболеваний или иначе выявлять различные микроорганизмы в организме больного, которые вызывают те или иные заболевания с помощью специальных тест-систем. Речь идет о вирусах, о бактериях, о грибах и различных других микроорганизмах. Медикаментозное тестирование позволяет определять органы и системы организма, вовлеченных в патологический процесс, а также выявлять степень выраженности имеющихся функциональных аморфологических нарушений. Медикаментозное тестирование позволяет подбирать различные лекарственные препараты и их дозы индивидуально каждому пациенту. Оно позволяет скрывать механизмы этиопатогенеза, то есть причины различных заболеваний. В случае вирусной патологии медикаментозное тестирование позволяет выявлять уровень вирусной нагрузки в изучаемой ткани или органе. Основой тестирования в этом случае служит от тестирования дозы противовирусного препарата. При этом чем выше доза от тестированного противовирусного препарата, тем выше вирусная нагрузка в изучаемой ткани или органе. Я говорила о вирусной нагрузке раньше в своих роликах, и хотел еще раз напомнить вам, что вирусная нагрузка, по сути, Это критерий, который позволяет судить о количестве вируса в организме больного. И по вирусной нагрузке, собственно говоря, проводится противовирусная терапия у таких больных, как больные с хроническим вирусным гипотетом В и С. Поскольку чем выше вирусная нагрузка, тем более агрессивнее течет заболевание, тем более тяжелое состояние формируется у больного. Маркер заболевания, используемые с диагностики COVID-19. Дело в том, что я начала работать с острым COVID-19 в апреле 2020 года, когда только-только эта эпидемия вступила в свои права, и появились первые больные с острым COVID-19, и я их также наблюдала. Ко мне попадали больные с острым и средней тяжестью течения процесса. И вот тогда, для того, чтобы выявить наличие вируса COVID-19, мной были разработаны следующие критерии, следующие маркеры этого заболевания. Первое. Назот РНК-зависимый РНК-плимираза. Он входит в программное обеспечение аппарата электропунктурной диагностики. Я показываю вам это оборудование. Что из себя представляет РНК-зависимый РНК-плимираза? Это энзим, который отвечает за репликацию коронавирусной инфекции. В данном случае мы говорим о COVID-19 вирусе. То есть без этого вируса, без этого энзима вируса нет. Его репликация поддерживает размножение вируса, увеличение, соответственно, его концентрации в организме. И регистрация, положительный ответ на этот назот в процессе медикаментозного тестирования говорит о том, что в данном организме присутствует вирус, содержащий РНК-зависимый РНК-плимираза. Сейчас мы говорим о коронавирусной инфекции. Она является РНК-зависимой, и она содержит РНК-зависимую РНК-плимиразу. Следующий маркер – это противовирусный препарат Рибаверин в таблетированной форме. Я о нем тоже говорила об этом препарате. Это очень известное противовирусное средство. Оно широко и давно использовалось в терапии хронического вирусного гепатита С. Собственно говоря, под этот вирус в свое время шла разработка этого препарата. Давно известно. И должна сказать, что вообще в принципе этот препарат входит в протоколы лечения китайских специалистов. То есть больше практически никто в мире не использует этот препарат для терапии коронавирусной инфекции. Китайцы его используют. Ну и дексаметазон в таблетированной форме. Почему, собственно говоря, я стала использовать этот препарат? По результатам известного очень трайла, который называется Рекавери, он проводился в марте 2020 года в United Kingdom и показал очень хорошую эффективность в терапии больных со средне-тяжелым течением пневмонии, вызванной COVID-19. Распределение больных было следующим. Почти 75% больных составляли женщины, 26% больных составляла мужская половина. Распределение больных по возрасту было следующим. 48% больных представляли собой пациентов репродуктивного возраста. Это больные от 15 до 49 лет. 38% больных представляли из себя старшую возрастную группу. Это пациенты от 50 лет и старше. И 14% больных – это были детки. А теперь, собственно говоря, результаты, полученные нами, по том, какие органы были вовлечены в процесс, где, собственно говоря, был выявлен в процессе медикаментозного тестирования вирус COVID-19. Обратите, пожалуйста, внимание. Зона гипоталямуса. Первая таблица, первый этот слайд по результатам диагностики демонстрирует данные в детской группе больных. Так вот, поражение гипоталямуса в этой группе больных практически составляет 69% больных. Поражение центральной нервной системы составляет 77% больных. Лимфатическая система совместно с селезенкой составляет в этой группе больных 92,3% больных. Это самый последний столбец, объединяющий лимфатическую систему и селезенку. Дело в том, что, в принципе, по данным некоторых авторов, селезенка входит в иммунную систему организма, то есть обеспечивает адекватный иммунный ответ. Поэтому, собственно говоря, я объединила их совместно, лимфатическую систему селезенку и показала их в последнем графе. Щитовидная железа 61,5% больных и почки 31% поражения. Причем здесь бы я хотела сказать, что это в основном пациенты были с так называемой аутоиммунной патологией. Это формирование гламеролонефрита. Мы привыкли к тому, что гламеролонефрит бывает чаще всего с трептокукой. Увы, нет. У больных с COVID-19 сам вирус способен вызывать аутоиммунную патологию почечную в детской группе больных. Результаты медикаментозного тестирования по поражению органов и систем у больных реперативного возраста. Еще раз прошу обратить ваше внимание на гипоталемическую зону мозга. 80,4% поражения лимфатической системы совместно с селезенкой. Это 100% больных. Поражение щитовидной железы 72,5% больных. Репродуктивная система 50% больных. Но здесь бы я хотела сказать, что поражение щитовидной железы, особенно у женщин, способно тоже вызывать бесплодие. Дело в том, что когда я говорю о репродуктивной системе, имеется в виду ганаты. Это яичники, яички, это матка. Это в том числе щитовидная железа, поскольку она тоже участвует в процессе репродукции, особенно у лиц женского пола. Следующий слайд отражает данные по результатам медикаментозного тестирования у лиц старше 50 лет. Еще раз, пожалуйста, обратите внимание на зону гипоталямуса. То есть поражение 73% больных, головной мозг 54, поражение лимфатической системы совместной селезенкой 100% больных, щитовидная железа 51% больных, сердце 43% больных. Это поражение основных органов. Ну и вот объединительная таблица, я показала ее здесь. Здесь очень четко демонстрируется, что все-таки идет поражение больше всего именно гипоталямической зоны мозга, включается в процесс центральная нервная система, поражение лимфатической системы селезенкой в различных возрастных группах, независимо от возраста, занимает очень большой процент поражения. Щитовидная железа в сердечно-сосудистой системе, безусловно, больше доминирует во возрастной группе, а репродуктивная система больше доминирует у лиц репродуктивного возраста. Основываясь на полученных мною данных, я пришла к выводу, что, по-видимому, вообще хронизацию процесса у больных с лунковида можно объяснить следующим образом. При попадании вируса в организм больного попадает он через верхние дыхательные пути, где экспрессия, вообще-то гетозин, превращающая ферменты, приставлена респираторными клетками, далее он направляется в пазухе носа. Здесь наибольший интерес представляет из себя танцеваемая решетчатая пазуха носа, в частности, ее сетевидная кость, которая, по сути, является преградой между полостью носа и мозгом. Через сетевидную кость ляминокреброза, сетевидную кость, сеточка, в полость мозга проникают нервы обонятельного, волокна обонятельного нерва. А насмея, которая возникает у этих больных, вызывается тем, что возникает отек этой кости. Нервы механически просто сдавливаются, часть волоком гибнет. Вот как долго произойдет восстановление, это действительно потребует времени. Дело в том, что вообще восстановление нервов действительно происходит, но оно, как правило, требует всегда очень большого времени. Как только вирус через сетевидную кость попадает в полость мозга, дальше он проникает в ликвардинамические пути. И первое, что он поражает, это гипотомическая зона мозга. Она анатомически наиболее приближена, это основание мозга, вирус таким образом получает доступ именно к этой зоне мозга. Ну а дальше он, собственно говоря, уже проникает в мозг. Это уже в следующий этап. Следующий путь проникновения вируса в организм больного – это носоглотка. Вы помните, у больных возникают боли в горле. Это поражается носоглотка. Оно представлено вообще-то четырьмя миндалинами лимфатического кольца пирогового лимера. Дело в том, что нервные миндалины и вообще в принципе миндалины тоже проявляют экспрессию к ангенитозин, превращающую ферменту. То есть здесь есть входная площадка для проникновения вируса в организм через лимфоистую систему. Дальше, поскольку все-таки это лимфатическое кольцо Вильдемейра Парагова, дальше вирус проникает уже через лимфатическую систему внутрь организма. Обратите внимание, здесь селёночка отражена зелёным как часть лимфатической системы. Но я хочу сказать следующее. На мой взгляд, именно по вовлечениям в организм у больных с острой фазой заболевания, когда возникает пневмония, если больные попадают в реанимацию, у них у очень многих возникает так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Как он возникает? А очень просто. Поскольку вирус оккупирует лимфатическую систему мозга, лимфатическую систему организма человека. И таким образом он получает доступ, по сути, ко всем внутренним органам человека. Ну и последний путь, это, собственно говоря, нижние дыхательные пути. Это лёгкие, где, в общем-то, вирус их поражает, как вообще-то и полагается ему, поскольку это коронавирусный, респиратурный вирус, и вызывает пневмонию, участие больных. Этот слайд отражает вообще значимость гипотодомической зоны мозга для функционирования организма. Дело в том, что гипотодомический отдел говного мозга отвечает за регуляцию гуморальных и нервных функций, обеспечивающих гомеостаз или стабильность внутренней среды организма. Гипотодомус выполняет роль высшего гидротеонного центра, регулирует обмен веществ, терморегуляцию, деятельность кровеносных сосудов и внутренних органов, пищевое, половое поведение, психические функции. Кроме того, гипотодомус управляет физиологическими реакциями организма. Поражение гипотодомической зоны мозга приводит к появлению следующих форм заболевания. Это вегетативно-сосудистая форма, сосудистые проявления, колебания давления, тахикардия, различные сосудистые реакции. Нарушение терморегуляции, колебания температуры, о которых я говорила, это может быть формирование гипотодомической эпилепсии. Нейротрофические формы заболевания, нервно-мышечная формы заболевания, псиодоневростаеническая и психопатологическая формы заболевания, включая различные нарушения психики. Расстройства мотивации в лечении – различные нероэндокринно-обменные расстройства. То есть вот здесь мы можем говорить о нарушении репродуктивной функции, о нарушении функции щитовидной железы и вообще, в принципе, о нарушении всех желез внутренней секреции. Ведь если мы говорим о эндокринной системе, то мы говорим о том, что все железы внутренней секреции связаны между собой одной цепочкой. А вот гипоталемус отвечает за регуляцию, по сути, функции всех желез внутренней секреции. Я еще раз хочу вернуться к слайду, который я упоминала о нем раньше, о медикаментозном тестировании. Хочу обратить ваше внимание, что в случае вирусной нагрузки по результатам медикаментозного тестирования мы можем говорить об уровне вирусной нагрузки в изучаемой ткани или органе. Основой тестирования в этом случае служит от тестирования дозы противовирусного препарата. При этом, чем выше доза от тестирования противовирусного препарата, тем выше вирусная нагрузка в изучаемой ткани или органе, и чем тяжелее состояние пациента. Помните, я говорила о том, что в апреле 2020 года я работала с острой группой больных с легким течением пневмонии и течением средней тяжести. Вот данный слайд отражает тестированные дозы рибаверина в этих двух группах больных. Данные статистически здесь приведены средние показатели. Так вот, при легком течении процесса у больных с острым ковидом средняя доза тестирования дозы рибаверина составляла где-то 1,25, то есть 1,25 таблеточки. А вот уже при увеличении вирусной нагрузки, что сопровождалось утяжелением тяжести больного и формированием средне-тяжелого течения процесса, эта доза подскапивала в 8 раз. И тестировалось уже 8,25 таблеточек рибаверина. Здесь средне-тестатистические данные. Я хочу сказать, что в принципе, если говорить о больных, то здесь колебания наблюдались от 6 таблеток до 12 таблеток. Я обращаю ваше внимание на этот факт, потому что следующий факт, следующий слайк, который я вам показываю, показывает очень, на мой взгляд, тревожную тенденцию. Обратите, пожалуйста, внимание, как меняются дозы рибаверина у больных с лонковидом в динамике с ноября 2020 года, когда я впервые начала работать с больными с хроническим лонковидом, и когда впервые в поле моего наблюдения попали эти больные, до марта 2020 года. Если в ноябре 2020 года средняя доза, тестируемой дозой рибаверина в различных органах у больных с лонковидом составляла от 1,25 таблеточек, то уже в 2022 году в марте месяце эта доза составляет 2,25. Я хочу вам сказать, что я эту запись провожу 15 апреля 2022 года. И дело вот в чем. Дело в том, что на сегодняшний день эта доза составляет уже не 2,25, как это было в марте 2022 года, месяц тому назад, а эти доза уже начали подниматься до 6,25. И вот уже сейчас больные стали предъявлять различные жалобы. Мне трудно сказать, какие причины приводят к такому интенсивному росту вирусной нагрузки, что означает вообще формирование тяжелого течения лонковида. Врачи, по-видимому, уже сталкиваются с этим фактом. Они не могут понять, что происходит с этими больными. Здесь возможно несколько вариантов. Первое. Идет сезонное обострение. Вообще хроническая вирусная инфекция имеет особенность активироваться в весенне-осенние периоды. Мы называем это сезонными обострениями. Это первое. Второе. Я абсолютно убеждена в том, что у больных слон ковидом каждая последующая атака ковид-19, а сейчас идет омикрон, что будет дальше, мы не знаем, вирус постоянно циркулирует в человеческой популяции, создает новые штаммы. Мы не видим никогда из этого состояния. Однажды он всегда в человеческой популяции. Собственно говоря, об этом говорят эпидемиологи. Но одно но. В этой группе больных идет накопление генетического материала за счет последующих контактов больного слон ковидом с новой ковид-инфекцией. То есть не будет никаких эпидемий или сезонных эпидемий, как вы ожидаете от гриппа. Увы, нет. В этой группе больных будет идти накопление генетического материала и ухудшение состояния этих больных. Третья версия. Я не исключаю роль вакцинации. Дело в том, что вообще-то в принципе вирусологи знают о том, что нельзя вообще-то вакцинировать больных с хронической вирусной патологией, причем вносить в их организм генетический материал этого вируса. Это тоже может спровоцировать обострение. Но это только моя точка зрения. Возможно, я ошибаюсь. На сегодняшний день выводы, которые я делаю, следующие. Метод медикаментозного тестирования служит надежным методом оценки состояния внутренних органов у больных с подозрением на наличие лон ковида. Метод позволяет косвенно судить о вирусной нагрузке у больных с лон ковидом. А хронизация патологического процесса у больных с лон ковидом по данным медикаментозного тестирования свидетельствует стойкое вовлечение в процесс гипоталамической зоны мозга, а также лимфатической системы организма человека. Мне часто задают мои коллеги вопрос, а много ли я тестировала больных? Дело в том, что вообще через мои руки прошли практически все эти вирусы, с которыми имеют место на территории Республики Узбекистан. Гепатит B, C, цитомигаловирусы, Штейнбара, Герпес, СПИД. Я работала с такими больными. Я никогда не встречала, чтобы гипоталамическая зона мозга поражала все этих больных. В отношении лимфатической системы мозга, системы организма человека, я думаю, что вы сами вспомните все, что это очень характерно вообще-то для СПИДа. СПИД вызывает поражение лимфатической системы, собственно говоря, поэтому он и называется синдром приобретенного иммунодефицита. Вовлечение различных органов в патологическом процессе имеет различный характер в зависимости от возраста больных. Так, к примеру, в детской возрастной группе в большей степени наблюдается вовлечение в патологический процесс органов центральной нервной системы, лимфатической системы, органов выделительной системы почки, еще раз напоминаю, по типу аутоиммунного процесса и щитовидной железы. В группе больных репродуктивного возраста наряду с вовлечением в процесс различных внутренних органов наблюдается преимущественное вовлечение в процесс органов репродуктивной системы. Гонады, матка, яичники, яички, значит, к чему это будет приводить? Безусловно, еще раз, бесплодие, патология плода, внутриутробное уродство плода, возможно, материнская смертность, кстати, она растет. И российские ученые разработали даже специальные протоколы ведения таких больных, беременных женщин, которые страдают COVID-инфекцией. В старшей возрастной группе в большей степени наблюдается увеличение в процессе органов центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. По данным медикаментозного тестирования, наблюдается постепенный рост вирусной нагрузки в различных органах и системах организма у больных с лунковидом в период с ноября 2020 года по март 2022 года. Собственно говоря, это все. Вот это то сообщение, которое я сделала на Конгрессе, и сегодня я решила представить вашему вниманию. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы задавайте, я с удовольствием отвечу. Всего вам наилучшего. До скорой встречи.